здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сейчас вам показываю очень красивые замечательные два сорта называется rs пальмира вот я сейчас в руках держу и вот рядышком спорт химера от мрл сорта emerald lace получились такие классные полосочки это открылась не во втором цветении такая красота на примере вот этих двух розеточек хочу вам рассказать как же добиться от фиалки шапочного цветения давайте сначала разберемся что такое шапочное цветение шапочное цветение бывает разным потому что бывают шапки огромные цветов где вот огромная просто вся она усыпана цветами это выставочные розетки сейчас я не буду говорить о ну о том как добиться цветение шапочное именно в выставочных розеток потому что вот для меня вот красиво да очень классно замечательно зацвела фиалка но на выставке на такую никто не посмотрит сказать что ты приторобанила такое вот несчастье поэтому мы с вами говорим обыкновенном шапочном цветение вот таком вот букетике состоящим из четырех-трех цветоносов и там вот ну сколько цветочков если к примеру на одном цветоносе по два-три цветочка это вот если умножить получается в среднем где-то 10-12 цветов так на фиалочки которые распускаются практически одновременно как же добиться такого результата но вот сколько я выращиваю фиалки и в принципе вот уже спустя определенное время и имея уже определенный опыт я могу сказать однозначно что самое важное это сортовая особенность потому что есть сорта которые вот они скупые на цветение они не будут цвести вот шапкой вот примеру да вот именно такой нашей домашней шапочкой вот их нужно как бы заставлять там обрывать бутоны не давать цвести удерживать температуру и так далее вот чтобы в обыкновенных комнатных условиях у вас зацвела фиалка вот такой вот шапкой да вот это удобрение это самый важный момент вот во всем этом потому что если вы не будете давать растению питания она у вас не зацветет может зацвести но не так как хотелось бы да с одним двумя цветочками поэтому первый и важный момент это удобрение какое удобрение сейчас я вам покажу каким удобрением я удобряю есть у меня peters укоренитель так и peters универсальный для удобрения нам нужно с вами чередовать универсальный и укоренитель или же вот сейчас перед вами вот эти розеточки подсыпанные вот таким вот удобрением планта код универсальное универсальное удобрение для всех растений фон что в принципе фиалки зацветают если так вот разобраться с удобрением то фиалки зацветают нормально цветут и хорошо растут при использовании универсальным удобрением почему я не рекомендую именно удобрение которое для цветения во первых я пробовала и принципе спрашивала у других девочек которые вот пользуются удобрениями вот универсальное лучше подходит потому что когда применяется для цветения все-таки начинают желтеть листья что принципе тоже немножко портит вот внешний вид перед вами розетки которые выращены в деток я удобряю peters а вот сейчас вот они были пересажены и подсыпаны именно вот этот плантокод длительного действия то есть осмокод плантокод там какое есть у вас можно использовать мне вот именно это удобрение длительного действия мне понравилось вроде оно и дороговато но я например считаю что на этом но этот тот момент когда не надо экономить деньги лучше купить лучше профессиональное удобрение чем покупать ну это конечно мое мнение как бы то есть я уже пробовала разные и вот я сейчас остановилась на этом дальше будет видно будем пробовать будем смотреть но я считаю что нужно ориентироваться на профессионалов правильно которые вот выращивают фиалки давно и долго и в принципе очень часто очень много именно девочек которые уже десятилетиями выращивают фиалки на удобрение peters и довольны им поэтому как бы можно постараться найти так хорошо начать удобрение важно так потом второй немаловажный момент это длительность светового дня если у нас световой день 8 часов фиалка физически не будет расти у нее в природе заложено световой день 10 12 часов она живет на экваторе и нужно солнце и нужен свет да вот яркий рассеянный поэтому нужен длительность светового дня 10 до 12 часов если меньше фиалка не будет свести это такой момент который тоже нужно учитывать когда вы хотите вот чтобы фиалочка зацвела поэтому зимой они не цветут у нас на подоконниках потому что ну если мы не подсвечиваем потому что ей не хватает цветового дня так хорошо следующий момент тоже немаловажно это пересадка конечно да если вы пересадили вот перед вами розетка которая пересажена в этом году весной я ее пересадила и вот сейчас она вот отблагодарила меня таким цветением но это не критичный момент потому что вот перед вами вот эта розетка я ее не пересаживала весна это вот она уже в этом горшке сидит где-то полтора года ну ничего растет цветет не помешало ей отсутствие пересадки да что она вот зацвела но это опять же это сорта которые зацветают шапкой я говорю о том что и хочу обратить ваше внимание что если вы взяли сорт который плохо зацветает ну как бы да он выдают 1 2 3 цветка это может быть не ваша вина да что она не хочет цвести это просто вот пожалуйста сорт такой вот он не очень обильный на цветение хотя есть коллекционеры и селекционеры у нас до которые могут показать на что способна фиалка можете в интернете посмотреть просто огромные обильные шапки цветов для этого нужны особые условия особые старания там идет подсветка подготовка температура то есть там все достаточно ну как вам сказать серьезно все построено поэтому мы с вами ну как бы я считаю что мы с вами ну можем добиться конечно в комнатных условиях такого шапочного цветения но мне в принципе вот радует то что вот она зацвела да вот так как сейчас и недостаточно конечно есть разные мнения разные взгляды на этот счет поэтому если кому-то хочется достичь шапочного цветения с двадцатью тридцатью цветоносами и чтобы там было огромное количество цветов на каждом цветоносе но это нужно постараться это нужно создать условия для фиалки чтобы она открыла свой потенциал поэтому сейчас вот я вам рассказала основные моменты которые нужны и важны для того чтобы фиалочки вас цвели красиво замечательно особо никаких хитростей нету я ничем не поливают таким вот не брызгаю ну что ну как бы я считаю ну а зачем дышать этим всем потому что растение там девчата и пином брызгают и всем ну а зачем я не вижу смысла потому что растение стоит у вас помещение у вас доме вам нет смысла дышать этим и пином да когда вы ложитесь спать или вот находитесь на кухне я считаю что смысла нет потому что вот без и пина в жару вот пожалуйста растение зацвели сейчас на улице 32 градуса в помещении достаточно жарко и пожалуйста цветут это зависит от сорта понимаете это стартовая особенность если фиалка цветет шапкой если фиалка не цветет шапкой она вам выдаст один бутончик и будет даже в самых хороших условиях давать вам один бутончик один цветочек то есть нужно смотреть описание сорта шапочное цветение часто цветет но вот как бы да подбирать под свои опять же под свои условия сорта потому что в ваших условиях может зацвести а у другого может и нет поэтому тоже нужно выбирать под себя каждый сорт отдельно выбирать из того всего разнообразия многообразия сортов именно те которые подходят к вашим условиям если вас фиалка не устраивает всегда есть подруга которую можно и подарить так теперь тоже такой момент это освещение насколько ярким должно быть освещение дело в том что многие из нас есть такой момент как интенсивность света к сожалению мы не можем с вами визуально определить насколько темно или светло растению само растение лучше чувствует вот эти градации изменения интенсивности освещения чем человеческий глаз здесь мы можем смотреть на разные на разная интенсивность света и для нас это будет одинаково потому что у нас глаза не настолько светочувствительные да вот как примеру поэтому конечно же мы должны не забывать даже с учетом того что у нас будет удобрение будет пересажена фиалка к примеру да и она будет стоять в трех метрах от окна она тоже вам не будет цвести потому что ей будет не хватать света это видно когда листики начинают подниматься вверх немножко я отставила пальмиру в сторону перед тем как снимать видео она поставила меня не на окне и вот чуть-чуть уже листья поподнимались видно вам да вот это говорит о том что у фиалки недостаток освещения был то есть она на подоконнике стояла ровненькая вот красивенькая плоская розетка ну вот буквально пару дней и все и ручки потянулись к верху поэтому растение тоже нужно наблюдать смотреть если листики поднимаются вверх значит нужно дать больше света немножко дать освещение вот и все никаких хитростей никаких премудрости нету если растению созданы вот такие элементарные условия и сортом заложено шапочное цветение фиалочка у вас зацветет и будет вас радовать такими красивыми цветочками спасибо за просмотр удачного вам дня